Добрый день, дорогие читатели! 27 марта отмечается день рождения замечательного поэта Вероники Тушновой. Вероника Михайловна прожила всего 54 года, но вставила после себя замечательные стихи, которые мы читаем до сих пор. «Не отрекаются любя», «А знаешь, всё ещё будет», «Сто часов счастья» и многие-многие другие. И сегодня мы с вами поговорим о её замечательном сборнике стихов, который называется «За это можно всё отдать». Этот сборник вышел в 2017 году и состоит из четырёх разделов. Первый называется «Память сердцем», второй «Тревога, грусть», третий «Ты великая, моя любовь» и заключительный «Сто часов счастья». Открывается сборник с тупительной статьёй, из которой мы с вами можем узнать о биографии Вероники Тушновой, о том, что она родилась 27 марта 1911 года в Казани. Отец её был известным микробиологом, академиком. И, конечно, с детства мечтал, с детства дочери мечтал, что она станет тоже врачом, будет продолжать его профессию. Но Вероника, наоборот, с самых детских лет мечтала писать, сочиняла стихи уже с 9-10 лет, хорошо знала иностранные языки, очень любила проводить время на природе, общалась с животными, любила писать сочинения, хорошо училась в школе. Но так получилось, что всё равно по настоянию отца она была вынуждена поступить на медицинский факультет института в Казани. А когда отца перевели в Ленинград, то Вероника вместе с ним переехала, вместе с матерью, и там продолжала своё обучение. Однако за годы обучения на медицинской факультете Вероника Михайловна поняла, что, в общем-то, это не её дело, медицина, и мечтала, что когда-то поступит в литературный институт. В 1941 году её мечта сбылась, однако началась Великая Отечественная война. Первый цикл сборника, который я держу в руках, за это можно всё отдать, это «Память сердца». И в нём собраны первые стихи Вероники Михайловны, которые посвящены её детству, Казани, родным местам и, конечно, первой любви. Не без этого. С самого детства Вероника Михайловна была очень впечатлительным человеком и влюблялась, как и все в молодости. И, конечно, это ещё начинающие стихи, они не самые лучшие. Вообще, Вероника относилась очень строго к своему творчеству, считала, что далеко не все её стихи удачные и что по-настоящему она начала писать только во время Великой Отечественной войны. Однако всё равно эти стихи замечательные. И одно из таких я сейчас прочитаю. Называется оно «Старый дом». Сколько раз я мечтала в долгой жизни своей постоять, как бывало, возле этих дверей, в эти стены глядеться, в этот тополь сухой, отыскать своё детство за чердачной стрихой. Но стою и не верю многолетней мечте. Просто двери, как двери, неужели же те? Просто чьё-то жилище, старый розовый дом, больше, лучше и чище то, что знаю о нём. Вот ведь что оказалось, на родной стороне ничего не осталось, всё со мной и во мне. Зря стою я у окон, в тихой улочке той, дом, покинутый к окон, дом навеки пустой. Конечно, в человеке всё, что остаётся с ним, его воспоминания, он проносит через всю свою жизнь. И неважно, где он находится, в каком городе. После окончания медицинского института в Ленинграде Вероника переехала в Москву, там училась в эсперантуре. Потом, как я уже говорила, поступила в литературный институт имени Горького. Но в связи с началом Великой Отечественной войны она вместе с дочерью, которая на тот момент у неё уже родилась, и матерью больной переехала в Казань и работала палатным врачом. У Велики Михаила на тот момент был муж Юрий Разинский, с которым они, к сожалению, расстались достаточно быстро. Он ушёл на фронт, а вот в семью возвращаться уже не захотел. И знаменитое стихотворение «Не отрекаются, любя», Вероника Тушнова написала в 1944 году, когда война ещё не закончилась. Но она ждала своего мужа, ждала, что он вернётся в семью. Однако он не вернулся. И в 1944 году вот это стихотворение было создано. Позднее уже песня была создана. Её исполнили Алла Пугачёва. Прославила эту песню в веках, прославила это стихотворение Вероники Тушновой. Но, к сожалению, сама Вероника Михайловна уже не услышала эту песню. Итак, во время Великой Отечественной войны в Казани Вероника работает палатным врачом, знакомится с очень многими людьми. Очень много судеб перед перед своими глазами. И, конечно, это всё трагические судьбы. Вероника очень тяжело переживает каждую смерть, как каждого родственника. И психологически на ней это, конечно, всё сказывается. Её оберегают, к ней относятся очень тепло. В промежутках между обходами она пишет стихи. И за годы войны выходят её первые стихотворения в печати. Это стихи о дочери. Цикл, который она посвятила своей дочери Наташе. Пять стихотворений. Также стихотворения «Хирург», «Мать» и многие другие. И второй цикл вот этого сборника, который я держу в руках, называется «Тревога-грусть». И здесь как раз собраны стихи, посвященные Великой Отечественной войне. В них нет парадных стихов, какого-то ожидания победы. Наоборот, через маленькие детали, через судьбы разных людей предаётся человеческая трагедия. И сама лирическая героиня, она как бы взрослеет на протяжении всех этих лет войны и полностью изменяется. И вот одно из таких стихотворений я сейчас вам прочитаю. «Вот и город, первая застава, первые трамваи на кругу. Очень я, наверное, устала, если улыбнуться не могу. Вот и дом, но смотрит незнакомо стены за порогом дорогим. Если сердце не узнало дома, значит, сердце сделалось другим. Значит, сердце зажилась тревога, значит, сердце одолело грусть. Милый город, подожди немного, и смеяться снова научусь». Конечно, тяжело переживала войну, как и все люди, Вероника Михайловна. И в 1943 году она возвращается вместе с дочерью в Москву и тоже работает врачом-ординатором. А с окончанием войны Вероника становится членом Союза писателей России. Однако ее стихотворение постепенно перестает печататься. Дело в том, что когда создавалась парадная лирика, когда восхвалялась победа и власть, то лирика Вероники Михайловны никому не нравилась, потому что она была очень такой скромной, тихой, спокойной. И все еще сохранялась в ней грусть и печаль по поводу ушедших людей, те, кто погибли на войне. И стали Веронику Михайловну сравнивать с Анной Ахматовой. В то год это было роковое сравнение. И на протяжении десяти лет Веронику почти полностью не печатали. Конечно, это было очень тяжелое время, но она продолжала писать, пыталась написать и в угоду власти. Ну, это не самое лучшее произведение, но для себя написала, конечно, самые такие проникновенные, пронзительные стихи, которые позднее были опубликованы. И вот третий цикл этого сборника называется «Ты великая, моя любовь». Вторым мужем у Вероники Тушеновой стал издатель Юрий Тимофеев. И вот некоторые стихи этого сборника, этого цикла сборника посвящены именно ему. Здесь уже очень много таких вот любовных стихотворений. Конечно, Вероника Тушенова очень гордая, она не позволяет тебя унижать, она не позволяет тебя предавать и всегда отставит свои права на счастье и любовь до конца. И вот одно из таких стихотворений я сейчас прочитаю. Называется «Я желаю тебе добра». Улыбаюсь, а сердце плачет в одинокие вечера. Я люблю тебя, это значит, я желаю тебе добра. Это значит, моя отрада. Слов не надо и встреч не надо, и не надо моей печали, и не надо твоей тревоги, и не надо, чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали. Вот и старость вдали маячит, и о многом забыть пора. Я люблю тебя, это значит, я желаю тебе добра. Значит, как мне тебя покинуть, как мне память из сердца вынуть, как мне греть твоих рук озявших, непосильную ношу взявших. Кто же скажет, моя отрада, что нам надо, а что не надо? Посоветую, как же быть? Нам никто об этом не скажет, и никто пути не укажет, и никто узла не развяжет. Кто сказал, что легко любить? Любить действительно очень и очень непросто. Десять лет Вероника Тушнова прожила с Юрием Тимофеевым, но была вынуждена расстаться. Они были совершенно разными людьми. Вероника была очень творческой, не ходила по квартире, а летала. А Юрий мечтал, что она будет готовить ему щи, обеды, будет домашней хозяйкой. Характеры совершенно разные, и, конечно, о ней не сошлись. И еще одно знамятое стихотворение включено в этот цикл «Ты великая моя любовь», которое называется «А знаешь, все еще будет». Это стихотворение очень известное, песня есть, вы все ее прекрасно знаете, она такая позитивная и жизнеутверждающая. И действительно, современники вспоминают, что Вероника делала вокруг себя людей счастливыми, хотя сама она была почти ни одного дня не была счастлива в своей жизни, к сожалению. Вот такое вот противоречие. Однако, есть у нее и очень светлые жизнеутверждающие стихи. И последний цикл этого сборника называется «Сто часов счастья». Именно так называлась заключительная книга в жизни Вероники Тушновой. Последняя любовь ее жизни была Александр Яшин, знаменитый поэт и писатель. Это была тяжелая, непростая история любви. Из-за того, что у Александра была жена и семеро детей от нового и предыдущих браков. И, конечно, Вероника никогда не могла позволить, чтобы Александр ушел из семьи, чтобы он оставил свою семью и своих детей. И вот так вот они встречались у рыбками в тайне, где-то в лесу, в каких-то пансионатах. Всегда скрывали свои отношения, хотя, конечно, близкие люди все знали и осуждали их. Ну, вынуждены они были, конечно, расстаться. И вот эта вот тяжелая история сказалась очень на Веронике. Она серьезно заболела и в 1965 году буквально за несколько месяцев сгорела на глазах от рака. И сомненники вспоминали, что даже когда ей было очень тяжело, когда она принимала серьезные лекарства, все равно она находила в себе силы оставаться прекрасной и всегда красиваясь, когда встречала Александра Яшина в больнице и до конца хотела оставаться для него красивой. И вот в этом сборнике «Сто часов счастья», когда читатели его только взяли в руки, они почувствовали как будто бы пульсирующее окровавленное сердце на ладони, потому что настолько здесь пронзительные стихи, настолько они печальные, и скоротечность жизни, и о том, что уже ничего не будет. Об этом размышляет Вероника Тушнова и о своих чувствах, конечно, тоже говорит. И вот одно из таких пронзительных стихотворений я сейчас прочитаю. Ты все еще тревожишься, что будет, а ничего, все будет так, как есть. Поговорят, осудят, позабудут, у каждого свои заботы есть. Не будет ничего, а что нам нужно? Уж нам ли не отпущено богатств? То мрак, то свет, то зелено, то вьюжно. Вот в лес весной отправимся, Бог даст. Нет, не уляжется, не перебродит, не то, что лечит с помощью разлух, не та болезнь, которая проходит, не в наши годы. Так-то, милый друг, и только ночью боль порой разбудит, как в сердце нож. Подушку закушу и плачу, плачу, ничего не будет, а я живу, хожу, смеюсь, дышу. До конца она оставалась сильной, но, к сожалению, не справилась с болезнью и умерла в июле 1965 года. Александр Яшин пережил ее на три года и тоже умер от рака. Он понял, что свою главную любовь в жизни он потерял. И завершается эта замечательная книга стихов Вероники Тушновой статьей самой поэтессы, которая называется «О поэзии». Здесь Вероника Михайловна рассказывает о том, как она пришла в творческую жизнь, о том, как создала свои первые стихи и о том, что начала всерьез писать во время Великой Отечественной войны, как люди ее поддерживали и писали, что пишет она как будто о них. И завершается эта ее заметка, эта ее статья размышлением, зачем же вообще сочинять стихи и для кого они написаны. И вот, что об этом пишет Вероника Михайловна. «Я написала много новых стихов, удачных и неудачных, снова и снова убеждаясь, как нелегко создать что-то действительно ценное. Я ни минуты не обращалась надеждой чему-то научить своих молодых читателей. Мне просто хотелось поделиться с ними своими размышлениями о жизни, воспоминаниями своей юности. Еще мне хотелось бы, чтобы это молодое поколение полюбило поэзию, чтобы оно увидело в стихах не ряды заритмовых строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились». И сейчас, когда мы берем сборник стихов Вероники Тушновой, то мы, конечно, ощущаем все те чувства, все те эмоции, которые она передает нам через свои замечательные строчки. В центральной городской библиотеки имени Ломоносова есть несколько сборников стихов Вероники Михайловны. Пожалуйста, приходите, читайте, открывайте для себя творчество этого замечательного поэта. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok